Если бы встречи Германа Грефа с алтайскими таксистами не было, ее стоило бы придумать. Но эта встреча была. Сомневаться в подлинности ее участников не приходится. На видео, которое опубликовал 8 июня телеграм-канал «Сибирский экспресс», перед нами не человек, похожий на Грефа, а сам Греф, а вокруг него совершенно реальные таксисты. И это образцовая, как из энциклопедии, встреча российской так называемой элиты с народом. Начав разговор словами «а вы че в трусах здесь стоите?» собрались все. Глава Сбербанка быстро перешел на «ты» и к приказу «убирай отсюда машину быстро», а получив отказ к визгливым угрозам увольнения всей банды с копом и каждого таксиста в частности. Особенно не полюбился Грефу таксист в белых шортах и шлепанцах. Так что, одновременно пытаясь напрыгнуть на их обладателя, снять с него темные очки и продемонстрировать крайнюю степень брезгливости, Греф вступил с мужчиной в диалог о том, кто на этом клочке Алтайского аэропорта хозяин. Греф был абсолютно уверен, что он. Он так и сказал. «Я собственник этого аэропорта». И это понятно, потому что Греф – крупнейший госолигарх. И он уверен, что аэропорт Горно-Алтайска, 60% которого у АФК-системы по неведомым причинам только что действительно выкупил Сбербанк его личный аэропорт. Примерно по тому же принципу, по которому Путин и есть Россия. Надо отдать должное нахального вида таксистам, они не сдавались под натиском власти. Когда Греф сказал одному из водителей, что никогда в жизни не сядет в его машину, тот быстро отреагировал. Зато я, посажу, очевидно, подумал в эту минуту Греф, поскольку таксист все никак не пугался. Когда видео разговора вылилось в сеть, про кремлевские телеграм-каналы во главе с Ксенией Собчак тут же вступились за доблестного госфункционера, который дал отпор гопникам в майках-алкоголичках. Аэропорт – говно. Таксисты в шлепках – это пи***ц. Сначала этот подвид – мужчина летом в майке-алкоголичке, шортах и шлепках – выгнали из Сочи. Остальных научили ездить в штанах и хотя бы кроссовках. Но упорное меньшинство адептов культа мигрировало на Алтай и устроило там гнездовье любителей домино, семенных трусов и группу Бутырка. В России до сих пор все работает через пи***и и ручное управление. Хотим мы этого или нет? Зато жители рассудили по-своему, по справедливости и принялись массово разрезать карточки пресловутого Сбера на камеру. Диковатые манеры Германа Грефа, который в последние годы всем словам русского языка предпочитал блокчейн, удивили даже либеральную тусовку. Тут же возникла конспирологическая теория. Мол, это Греф не просто так хамит, а чтобы отвлечь внимание от погибшей во время питерского экономического форума молодой актрисы Анастасии Голиковой. Дело было в Царском селе. В Большом пруду Екатерининского парка перевернулся понтон, и актеры, которые были на нем, упали в воду, а девушка утонула. В Царском селе в этот день был и Путин, а само мероприятие, для которого в Царское село приехали актеры, будто бы было мероприятием Сбербанка. Но я не верю ни в эту версию, ни в выдающиеся артистические способности главы Сбербанка. Самые разные люди, имевшие дело с Грефом и его менеджментом, говорят о том, что он просто грубиян и очень часто хамит. Всем, кроме своего начальства. Герман Искусский, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя Сбера? Владимир Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет. Он всегда скрывал хамский стиль под галстуком, говорит один из моих собеседников. Самодур без тормозов, объясняет другой. Герман Оскарович всегда хамит. Я, честно говоря, думал, что он вылечился от этой странной привычки. Но вот нет, он действительно может унижать людей, зависимых от него. Греф давно так общается с подчиненными, не чувствует берегов, орет, бросается вещами, руку поднимает. Есть и гротескные детали. Греф, по словам хорошо знающих его людей, сильно контролирует жизнь своей команды. Например, навязывает подчиненным диеты, которым сам следует, свой образ жизни. Он вообще по природе жлобоватый, в своем пузыре давно живет. Орать на подчиненных и унижать их вполне вписывается в его эджайл. Про Грефа рассказывают такую историю. Однажды он ехал в лифте с одним из программистов компании, и тот с ним не поздоровался. Тогда Греф распорядился уволить программиста. Когда у программиста спросили, как так, почему ты не поздоровался с Грефом, сотрудник пожал плечами, я просто не знал, кто это. С этого момента HR обязал программистов изучить фото Грефа в интернете, чтобы знать, как он выглядит, и не повторить оплошность коллеги. Вот в этом весь Герман Оскарович объясняют люди, знакомые с руководителем Сбербанка. Если вы у нас работаете, вы знаете, что если у нас в какой-то системе есть человек, то это автоматически рассмотрится как слабое место. Грефа описывают как человека с часто меняющимся настроением и полярными эмоциями. Он может накричать, а может расплакаться на совещании. На одном из мероприятий он долго орал на помощницу, которая принесла воды одному из участников, пока Греф говорил. Однажды после разговора с Грефом у одного из его подчиненных случился инфаркт. Впрочем, на широкой публике Греф обычно умеет держать себя в руках. В эти минуты мы, зрители, его обычно и видим. При этом еще в 2016 году Греф устраивал социальный эксперимент. В костюме Герт, который имитирует физические ограничения, глава Сбербанка исполнял роль слабослышащего и слабовидящего клиента, пытаясь получить кредит в одном из отделений банка. Сотрудница отделения спрашивает у Грефа на камеру размер его заработной платы. Под хохот сотрудников глава Сбербанка в костюме человека с инвалидностью отвечает 30 тысяч. Но это была искусственная инвалидность. И искусственное общение с людьми. Докальная сумма кредита, которую вы можете получить, исходя из тех параметров, которые мы делим, это 142 тысячи 300 рублей. Издание «Проект» в большом профайле Германа Грефа рассказывало, что в кругу друзей Грефа называют Геной и сравнивают с одноименным крокодилом из советского мультфильма. Но в личном общении Греф не всегда такой приветливый, как персонаж Успенского. Бизнесмен Ахмед Белалов, которого ссора с Грефом вынудила покинуть страну и уехать в США, вспоминает, как в 2012 году встречался с Грефом в Белом доме в кабинете Дмитрия Казака. Я говорю, а что будет, если там... Я с ней не соглашусь, говорю. Участвует в вашей такой эмиссии, так называемой. Ну, а что Греф сказал? Ну, мы же разные услуги оказываем. Типа, можем отравить, убить, нанять киллеров. Белалов записал этот разговор на диктофон и предъявил в американском суде. Со слов Белалова ответ Грефа смутил тогда даже Казака. Я, говорит, Гена, не понял, что ты имеешь в виду? Ну, я же сказал, что Зберманка за разные услуги, поэтому можете обратиться, если у вас такие будут услуги нужны. Хамство и брезгливое, неуважительное отношение к подчиненным распространенное свойство российских чиновников верхнего звена. Мы уже рассказывали, что одно из главных черт нового министра обороны Андрея Белоусова, который в свое время занял Брежневский кабинет и даже не сменил в нем мебель и карту СССР, называют, тем не менее, его неистовую религиозность. Время от времени он участвует в церковных службах в роли алтарного мальчика или алтарника, светского помощника-священника. У него есть фото в церковном облачении, он ходит в церковь едва ли не чаще, чем на работу. Например, может заменить таким походом обед. Собеседники расследовательского центра «Досье» утверждают, что чиновник начинает с молитвы каждое совещание, молится каждое утро и всегда держит под рукой фрагмент молитвы византийского чиновника Семена Метафраста, возведенного в ранг святых. В благочестивых правилах жизни Белоусова, которые он с 2013 года пересылает сам себе по почте, как выяснило «Досье», сказано, что его главный закон – следование пути несения креста, смирение, покаяние и поиск Бога, служение делу, помощь людям, саморазвитие. Кроме того, Белоусов дает Пресвятой Богородице семь обетов, среди которых не только занятие спортом и звонки маме, но и обещание не гневаться и не завидовать. Знакомые Белоусова при этом говорят, что новый министр обороны путинского правительства очень далек от образца смирения и негневливости, и нередко позволяет себе унижать своих подчиненных. Тыкает на совещаниях, позволяет себе перебивать и говорить уничижительные вещи. Голос повышает. Сам патриот и подчиненных своих держит строгости. Когда еще можно было ездить за границу, он своему секретариату в правительстве это запретил. Ездить на отдых в последние годы перед войной можно было только в Сочи или Крым. Его коллега по кабинету – первый вице-премьер Денис Мантуров, тесно связанный с главой госкорпорации Ростех, влиятельным лоббистом из ближайшего путинского окружения Сергеем Чемизовым. Сын давнего бизнес-партнера Чемизова, оператор российской оборонки, главный поставщик фронта. Бытовые и коммуникационные привычки знакомые Мантурова описывают словом «барин». В одной из командировок Мантуров забронировал за госсчет отель, который обошелся бюджету в 17 тысяч евро в день. Ему принадлежит внушительное имение в подмосковном Пирогово, уклад которого описывают как феодальный. Я уже цитировала фразу одного из его знакомых, который высмеивал манеру министра облачаться в шубу только при помощи слуг и принимать трапезу в максимально требовательной сервировке. Рабочий кабинет Мантурова располагался в башне Москва-Сити и, говорят, представлял собой скорее покой с собственным салоном красоты. Так вот, по слухам, коменданта Сити уволили за то, что звук хлопающего замка в двери казался Мантурову слишком громким. «Если вы встретитесь с гендиректором Первого канала Эрнстом в середине дня, он непременно скажет, что отправляется в Кремль», рассказывают знакомые теленачальника. А на самом деле, скорее всего, просто поедет обедать в центре. Кабинет Эрнста в Останкино на этаже с отдельным лифтом, так что в встрече с подчиненными Эрнст мог регулировать самостоятельно. Впрочем, Кремль присутствует в жизни Эрнста постоянно, а через него – в жизни его подчиненных. После каждой программы «Время» глава информационной службы Кирилл Клеймёнов задерживается на летучке. Почти всегда это означает, что он выслушивает замечания Эрнста и звонки из Кремля. Если что-то пошло не по плану, и в новостях вышли оценка или комментарии, отличные от того, которые заказывали, Эрнст приходит в бешенство. Рассказывают, что еще в нулевые в один из таких случаев гендиректор Первого канала просто ворвался в кабинет главы службы информации. Тогда это был Сергей Горячев. Устроил разнос и запустил пепельницей. К счастью, не в Горячего, а в стену. Бросаться пепельницами – вообще фирменный стиль и Эрнста, и других путинских руководителей. Они просто нервничают. У них то война, то Олимпиада, объясняют их сочувствующие коллеги. Если так ведут себя с подчиненными даже путинские системные либералы, то что уже говорить о силовиках? Те разговаривают матом и выливают на подчиненных ушат и руганье. Нередкие случаи рукоприкладства, объясняют околокремлевские сторожи. В 2016 году глава Следственного комитета Бастрыкин лично ездил по регионам и устраивал взбучку региональным следователям по резонансным делам. После одного из таких визитов в Перм главу Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю полковника Сергея Сарапульцева нашли мертвого в его квартире. Он покончил с собой. Бастрыкин приехал в город из-за стрельбы в местном университете. Тогда погибли шесть человек. И отстранил часть местных следователей от расследования происшествия. По вертикали передаются и более мягкие методы давления. Широко известно, к примеру, что Путин часто опаздывает в назидание, демонстрируя своему гостю или визави его место в иерархии. Со временем опаздывать на встречу на много часов, ну или мариновать человека в приемной, научились и люди из ближайшего путинского окружения. Рассказывают, что миллиардер Вагит Аликперов однажды просидел в приемной у Сечина едва ли не сутки. Так госфункционер оказывал на бизнесмена психологическое давление. Кричат и давят на младших по званию и в президентской администрации, и в парламенте. Чиновники, говорят мои собеседники, даже дерутся. Чем дальше от Москвы, тем больше. Но это сугубо внутри коллективов. Такова российская номенклатурная корпоративная культура, которая, что называется, гниет с головы. В близком кругу, рассказывают знающие люди, начальник Грефа тоже может сильно гневаться, вплоть до разбрасывания предметов. И все-таки многие поступок Грефа оценивают как экзотический. Это ведь очень по-детски, говорит один из моих собеседников. Смешно же. Взрослый дядя ходит, угрожает таксистам. Странно, что ему никто за это не втащил. Ведь ничего бы никому за это не было. Впрочем, и Грефу за неуважительное общение с народом тоже ничего не будет. Разве что начальник по-дружески пожурит. Герману, у нас еще стыдно говорить, что он просит из федерации Милена. Такой богатый антип просит Милена. Все-таки 30 лет вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова